Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Формирование института мировых судей – понятие для Крыма новое, поскольку при Украине такой структуры не существовало. Какова сегодня необходимость вообще ее создания и для чего судебной системе мировая юстиция? Создание мировой юстиции предусмотрено непосредственно федеральным законодательством. Мировая юстиция является составным элементом или звеном судебной системы Российской Федерации в целом. У мировой юстиции есть значительное количество тех задач, которые они обязаны исполнять в повседневном режиме. И мировая юстиция, на первую очередь, связана с разгрузкой деятельности федеральных судов, с районами, с Верховным судом, поскольку основная масса дел, которые имеют незначительный характер, рассмотрение происходит непосредственно у мирового судей. То есть компетенция мирового судей достаточно широка и, наверное, не совсем правильное понимание у жителей Республики Крым, какие дела будет рассматривать данная мировая юстиция. И могу вам ответить, что это не только гражданские дела, которые связаны с ценой иска, не превышающей 50 тысяч рублей, но также и уголовные преступления по делам, где максимальное наказание составляет не более трех лет лишения свободы. Кроме этого, в компетенции мирового юстиции входят также дела о выдаче судебного приказа, что является фактически формой судебного постановления по взысканию денежных средств, например, по задолженности по алиментам, по заработной плате. Это очень быстрая процедура, как правило, момент подачи заявления и момент уже получения судебного приказа. То есть ускорение сроков, да? Это серьезное ускорение сроков. Это составляет не более пяти дней. Кроме этого, судебный приказ является навременно исполнительным документом. И момент от вынесения судебного решения до его исполнения, он очень серьезно сокращается. Кроме этого, на мировую юстицию также возлагается рассмотрение значительного количества дел об административных правонарушениях, которые предусмотрены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Республики Крым об административных правонарушениях. Кроме этого, основная масса семейных отношений точно так же рассматривается в мировых судах. Это дела о расторжении брака, где нет пока что детей. Кроме этого, если есть имущественные споры при цене иска, которые не превышают, как я уже говорил, 50 тысяч. Но нюанс, если эти дела связаны непосредственно с установлением отцовства, либо же с установлением ребенка, либо дела уже о расторжении брака, где есть дети, это уже компетенция не мирового судьи. Это происходит рассмотрение уже в районном суде непосредственно. Какого же критерия отбора? Кто может претендовать называться мировым судом? Критерии отбора абсолютно одинаковые на уровне всей районной юстиции. Для федеральных судов и для мировых судей критерии одинаковые. Это человек, который достиг возраста 25 лет, не менее 5 лет имеющий стаж работы в сфере юриспруденции, конечно, не имеющий соответствующей судимости, показавший высокие моральные деловые качества и так далее. То есть в целом закон Российской Федерации о статусе судьи полностью определяет эти критерии. И критерии одинаковые для абсолютно всех судей, как районного суда, так и мировой судьи. В чем же отличие тогда? Отличие в том, в тех делах, которые не рассматривают, поскольку мировая юстиция, она предметно будет рассматривать конкретную категорию дел. А районные суды или федеральные судьи, они будут рассматривать уже более сложные, более объемные дела. И будет предоставлена возможность, скажем так, высококвалифицированного детального подхода к конкретной категории. Поскольку на мировую юстицию примерно 60% дел, которые на данный момент рассматривают районные суды, перейдет и они будут заниматься рассмотрением такой категории дел. Сергей Анатольевич, какова ситуация сегодня в Крыму на практике? Как скоро нам ждать вот таких реформ? Достаточно сложные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением создания мировой юстиции, поскольку выделение помещений, в которых будут работать данные мировые судьи, это относится к компетенции непосредственно муниципалитетов. На данный момент проводится работа по поиску этих помещений, по их ремонту, по подбору, кроме этого, аппарата для мирового судьи. Мы в январе месяце уже приступим к назначению мировых судей. И момент, когда первый мировой судья начнет уже исполнение своих обязанностей в полном объеме, это буквально уже будет начало следующего года. До конца 2016 года, думаю, все 100 мировых судей займут соответствующие места, необходимые в их помещении, которые будут комфортные и предназначены для отправления правосудия. Будет назначен соответствующий аппарат мирового судьи, мировая юстиция заработает в полном объеме, что позволит очень серьезно сделать доступность правосудия, приблизить непосредственно судей к народу. И, конечно же, рассматривать дела в максимально сжатые сроки, компетентно и профессионально. Судебные участки, судебные районы, сколько их вообще будет? Можно ли в целом говорить по полуострову? Да, мировой судья, он работает в пределах судебного участка, а судебный участок создается в пределах судебного района. Мы на сессии Государственного совета, в следующей сессии, будем рассматривать уже во втором чтении закон о создании судебных участков, судебных округов. У нас будет 24 судебных района. Нюанс такого характера, что город Симферополь, я буду включать, три судебных района. Это по классическому административно-территориальному отделению, которое было еще при Украине. Это железнодорожный, центральный, киевский. Но территории некоторых городских округов, они войдут в состав одного судебного района. С одного судебного района. Это Джанкойский, это Сахский, Красноперекопский. И по итогу у нас будут сформированы 24 судебных района. И эти 24 судебных района будут включать 100 судебных участков. И, соответственно, будет назначено 100 мировых судей, которые будут работать в пределах этого участка. То есть 100 открытых вакансий сейчас? На данный момент, да, происходит подбор Верховным судом по подбору профессиональных, компетентных участников данного. Процедура — это конкурс? Фактически конкурс. Кроме этого, необходимо сдать квалификационный экзамен, получить одобрение квалификационной коллегии судей Республики Крым и получить ходатайство председателя Верховного суда. После прохождения этих процедур выходит председатель Верховного суда Республики Крым с ходатайством в Государственный совет. Государственный совет принимает решение о назначении судьи. А как будет на практике, к какому мировому судье, например, мне обратиться? Кто будет решать? Кто будет распределять? Районный суд, куда попадает дело? Нет. У нас по закону четко каждый участок определен границами. Вплоть до конкретных улиц, на территории которых распространяется полномочия, компетенция, юрисдикция соответствующего мирового судьи. Поэтому очень просто. Ваши конкретные дела на вашей улице попадают к конкретному суде, и он будет в постоянном режиме рассматривать данную категорию дел на этом судебном участке. Конечно, необходимо сделать, наверное, уточнение, что при перегрузке конкретного судьи председатель районного суда может перераспределить дела и перебросить часть дел, которые относятся к данному судебному участку, и компетенции данного мирового судьи на другой судебный участок, который не так загружен. Таким образом, можно будет равномерно распределить нагрузку по тем судам, которые входят в состав судебного района. Решение мирового судьи подлежит обжалованию? Конечно, решение мирового судьи подлежит обжалованию. Но тут необходимо учитывать тот факт, в каком порядке. Если решение первоначально мирового судьи, он вступил уже в законную силу, то пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам осуществляется непосредственно точно так же мировым судьям. А если есть необходимость подать соответствующую апелляционную жалобу, то это общий порядок через районный суд и так далее. Я благодарю вас за интересную беседу и желаю успехов в работе. Спасибо. А наш фирм продолжается. Редактор субтитров А.Семкин